Деньги приходят на потребности. Чем выше у человека потребности, тем больше денег будет приходить. Чем больше денег нужно, тем больше нужно создать потребности. Потребности можно создавать таким образом. В основном у человека всегда приходит та сумма денег, которая ему необходима. Если человеку необходимо только поесть, у него потребность только поесть, за квартиру заплатить, ипотеку заплатить и все. А, например, у человека есть долги, а на долги уже как-нибудь. Просто проецируйте это, пожалуйста, все, что я говорю, на себя. Есть ли у вас это, отзывается или нет. Если человек думает о том, что, ага, на поесть хватит и хорошо, за квартиру заплатил коммуналку и хорошо, или там главное, чтобы на ипотеку хватило, там долг по карточке, бог ты с ним, там как-нибудь разберусь вот это как-нибудь. Это говорит о том, что это не является вашей потребностью. У человека деньги всегда будут приходить на еду и на его жилье, чтобы он не остался без жилья, потому что, значит, он умрет. И деньги будут приходить, знаете, вот максимально вот в этом диапазоне, может быть, даже чуть меньше. То есть, чтобы еле-еле-еле хватало. Если вы знаете, что где-то можно подзанять, перебиться, перекрутить деньгами, то будет даже приходить меньше, чем необходимо. Эта информация понятна? Важно расширять свои потребности. Чем больше мы потребностей будем расширять, увеличивать, тем больше денег у вас будет приходить. Как поесть? Да, можно и сотни проесть. Абсолютно верно. Но обычно, если вы думаете, что вам хватает, например, тысячи рублей на день на еду, то будет приходить тысячи, там, может быть, чуть-чуть меньше на еду в день. Если вы считаете, что вам нужно в ресторане поесть в день на пять тысяч рублей, вот будет приходить столько и даже, там, может быть, даже больше, да, потому что вы разрешаете себе больше. Уже потребности другие. И самый интересный секрет в этой истории в том, что чем больше у вас потребностей, тем денег будет приходить на потребности и даже больше. Да, вот я надеюсь, это понятно. Но если вы сейчас думаете, что, вот я прямо сейчас думаю, что мне нужно, там, например, триста тысяч в месяц, да, вот то, что вы мне писали, там, триста тысяч в месяц, то завтра они придут. Нет. Нужно очень мягко включить вот эти потребности. То есть сегодня вам хватало, там, на квартиру бензин заправить, в машину поесть, заплатить за школу, за садик, и эта сумма была, например, пятьдесят тысяч рублей, то завтра мы введем одну потребность. И через какое-то время, там, где-то через, там, месяц, у кого-то раньше, в среднем, там, двадцать, двадцать один день нужен, но в среднем бывает, в среднем, четырнадцать, двадцать один день. Но у кого-то будет раньше. Денег начнет приходить больше.